Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава Евангелия от Луки, о которой мы поговорим сейчас в рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, включает в себя несколько очень интересных, удивительных и важных, конечно, для евангельского повествования рассказов. Заметим, к слову, что разбиение евангельского текста на главы появилось через добрую тысячу лет после написания. Вообще говоря, конечно, является совершенно искусственным, но в то же время настолько прочно вошло в нашу культуру, что имеет смысл его придерживаться. Хотя изначально евангелист, конечно же, писал сплошной текст. И вот первый рассказ, который оказался началом пятой главы, рассказ о призвании учеников. Дело в том, что ведь жители Галилеи, как и жители Иудеи, тоже приходили к Иоанну Крестителю, и было некоторое количество людей, которые там, в Вифаваре, где Креститель крестил, познакомились сначала с Иоанном, а потом и с Иисусом. Ученики Иоанна, которые стали учениками Иисуса, это и Андрей первым призванный, и его брат Петр, и Филипп, и Нафанаил, и Иаков Иоанн Зеведеевы, добрая половина из двенадцати были учениками Иоанна Крестителя. Но когда после крещения Господь удалился в пустыню, эти люди вернулись домой к своим занятиям, они были большей частью рыбаками, да, и вот в какой-то из дней ловили рыбу, совершенно безуспешно, всю ночь ловили, ничего не поймали. И в это время Господь пришел на берег Галилейского моря и обратился к этим людям. Они уже знали его, они уже знали, что Иоанн Креститель сказал о нем, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира, вот тот, у кого я не достоин развязать ремень обуви. Таким образом, они уже знают, что это, скорее всего, по крайней мере, по свидетельству Иоанна Крестителя, Спаситель Бира, Мессия Израиля, но он еще не позвал их. И вот Господь приходит и в этот момент говорит то, что он говорит людям очень часто. Приблизилось Царство Небесное, приходите и следуйте за мной. Вот настал тот день, когда Царство Божие стало частью нашей жизни. Дело в том, что, понимаете, в современном стереотипном восприятии, если что-то было на расстоянии миллиона километров от нас, а стало на расстоянии 950 тысяч километров, то мы, скажем, приблизилось. Но в языке того времени смысл выражения был другой. Что-то было далеко, а стало близко. Близко Царство Небесное. Вот оно, как Господь иногда выражается, то же самое. Близко при дверях. Или даже больше того, внутри вас. Или внутрь вас. Царство Бога пришло. Наступил тот момент, когда замысел Божий реализуется. И вот он обращается к ученикам и говорит, пойдемте со мной. Пойдемте со мной. Но этот его призыв тоже не звучит, как некоторый императив. Он помогает ученикам сделать этот решительный шаг. Говоря Петру, закинь сеть вот там, справа от твоей лодки. На что Петр отвечает ему, что, знаешь, я все-таки профессиональный рыбак, а ты плотник. И я всю ночь тут ловил и ничего не поймал. Ну, раз ты говоришь, попробую тебе поверить. Вот эта идея Петра, она потом еще раз будет очень хорошо видна в Евангелии, когда он скажет Иисусу, если это ты, скажи, чтобы я пришел к тебе по воде. Я попробую тебе поверить и посмотрю, что будет. Вот это доверие, может быть, еще очень-очень робкое, нуждающееся в каком-то укреплении. Но это поступок Петра, поступок, отклик его на призыв Иисуса. Еще очень простой призыв – бросить сеть вот там. Но когда это происходит, и он видит эту рыбу, эти сети, которые чуть не порвались вообще от этой самой рыбы, он приходит в изумление, падает на колени и говорит, «Господи, я человек грешный, выйди от меня». Тоже довольно естественная эмоциональная реакция Исаия I, Исаия Иерусалимский, тоже однажды говорит, горе мне, я погиб, и бы я человек с нечистыми устами, а глаза мои видели царя Господа Саваофа. Для Петра точно так же, как для первого Исаия. Произошедшее означает, что слава Божья приблизилась к нему, выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. То же дело не в том, что он струсил. Мы видим в поступке этого человека, что у него хватает мужества хотя бы чуть-чуть доверять Иисусу, а в том дело, что он воспринял происходящее как присутствие и действие самого Бога. Вот поэтому дальше он и его друзья оставляют лодки и уходят за Иисусом, становятся его учениками. Начинается для них то служение, которому Бог избрал их. И начинается оно, конечно, вот с этого крохотного шага доверия. Удивительный совершенно рассказ об очищении прокаженного, в котором ради недостатка времени я хочу обратить внимание только на одну фразу, когда прокаженный приходит к Иисусу и говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Поразительно, потому что в большинстве случаев мы приступаем к Богу с требованием. С требованием мы говорим, что мне необходимо, и поэтому, пожалуйста, очень тебя прошу настоятельно, скорее, немедленно, быстро давай. Прокаженный пытается довериться решению Иисуса. Говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Подразумевается, что Иисус имеет право, но в глазах прокаженного, имеет право не хотеть сказать, что я не могу с тобой сообщаться, потому что ты прокаженный, и меня после этого не пустят в деревню. Что правда Иисуса после этого не пустят в деревню. Если ты хочешь, если ты хочешь, да будет воля твоя. В молитве, которой потом Иисус будет учить своих учеников, вот это ключевое слово, да будет воля твоя, так, как ты хочешь. Следующий рассказ в этой главе – это исцеление расслабленного, которого друзья принесли. И вы видели жуткую толпу вокруг дома. Это был дом тещи Симона Петра. И вот этой самой бедной тещи разобрали крышу, спустили расслабленного в середину помещения, где Иисус сидел там с учителями, фарисеями, книжниками. И вот неожиданным для всех образом Иисус говорит, «Прощаются тебе грехи твои». Что он такое говорит? Тут такой шепот возмущения, а некоторые фарисеиды думают, не надо ли уже сразу его вязать и апеллировать к городовому, потому что кто может прощать грехи, кроме одного Бога? На самом деле, знаете, Господь Иисус отвечает им словами, «Что, по-вашему, проще, сказать «прощаются тебе грехи» или сказать «встань и ходи»?» Понимаете, на самом деле на этот его вопрос нет ответа, потому что в устах любого из нас и та, и другая фраза будет равна пустыми словами. И мы равно не очень-то имеем право произносить как то, так и другое. А для Иисуса как-то иначе это видится. И вот он задает фарисеям и книжникам, которые тут сидят, вопрос, на который у них у самих нет адекватного ответа. Что значит проще? И вот тогда он совершает это чудо, чтобы вы знали, что действительно у меня есть власть прощения, власть, которую Бог дает. На самом деле разговор, собственно, не о том, имеешь ли ты, Иисус, право или не имеешь право совершать и приносить прощение. Для читателя, как и для рассказчика, это может быть в гораздо большей степени вопрос о реальности и возможности прощения. В теоретических картинах о том, как после смерти кто-то куда-то попадает, особенно у Эллинов, где там рай и ад, значит, парадис и одесс, там как-то можно порешать вопрос. В иудейских, библейских представлениях картина сложнее и, я бы сказал, трагичнее, но все-таки это где-то там, да, по ту сторону смерти. В нашей реальной жизни вообще есть место прощения, или это только слово? Меняет оно что-нибудь, если кто-то говорит о Божьем прощении, или не меняет? Кстати говоря, это еще и некоторая параллель к тому, что потом Иисус поручит своим ученикам, говоря, если вы кому-то простите проститься, если вдруг не захотите прощать, оно окажется непрощенным, да, когда он обязывает своих учеников быть апостолами этого прощения. И вот в этой истории Иисус говорит о том, что Божье прощение в человеческой жизни через него становится реальностью и действующей силой, действующей силой, которая меняет жизнь людей. Это, конечно, совершенно поразительная вещь. Там не оправе разговор. Теперь дальше снова он призывает людей и вместе с учениками оказывается в доме мытое, в доме налогового инспектора, который был известен тем, что далеко не всегда собирал то, что положено, а часто делал это очень липкими руками. Ну, наверное, таких много было, по крайней мере, в то время. Вот. И тут же профессиональные верующие начинают ворчать и говорить, что это, зачем, есть с мытарями, грешниками, почему нельзя, нехорошо там. Вот. И удивительные совершенно слова, дающие нам поразительную надежду. Господь Иисус говорит, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Я пришел призвать не тех, кто уверены, что со мной все в порядке. Я перед Богом ни в чем не виноват, а если и виноват, то как все, как мы теперь говорим, в мелких повседневных грехах, да, кто горд собой. Я пришел призвать тех, кто грешники, и кто понимают, что им надо менять себя, им надо менять свою жизнь. Вот. Согласитесь, что это очень ясным образом определяет аудиторию, к которой обращается Иисус, и Евангелие, кстати говоря, от тех людей, которым невозможно прочитать этот текст. Если ты согласен считать себя грешником и меняться, потому что покаяние в языке Евангелия, в греческом Евангелии, означает поворот на 180 градусов, тогда это для тебя. А если ты уверен, что все хорошо, то тогда это слово пока проходит мимо. И последний фрагмент этой пятой главы, здесь разговор о некоторых внешних проявлениях религиозности, там, обычаях, поста, молитвы. Дело в том, что фарисеи лет за 50 до рождения Господа Иисуса придумали молитвенное правило, то есть список некоторых молитв, прочитав которые, ты можешь считать себя исполнившим свою молитвенную обязанность перед Богом. Вот, да. И вот возникает об этом дискуссия. Надо сказать, что по свидетельству евангелистов Иисус довольно неохотно на эту тему разговаривает. Она ему кажется не очень, ну, нам кажется, что она ему не очень интересна. И его ученикам тоже, потому что они мало оставили нам воспоминания об этом. Ну вот. Тем не менее, в этот момент он говорит фарисеям, что никто не вливает молодого вина в старые мехи. Это выражение, конечно, стало крылатым, вошло в костью пословицы во многие человеческие языки. Господь говорит о том, что с его приходом в человеческой жизни открывается нечто новое, что вообще не вмещается в прежние рамки и мерки. И это относится, конечно, к любому человеку, кто в своей жизни встречается с Иисусом. 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 Иисус. 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 Иисус.